Несмотря на промчавшиеся несколько десятилетий, в сердцах российского народа живет гордость и память о тех, кто в далекие 1941-1945 годы принес победу в самой жестокой и кровопролитной войне с немецкими захватчиками. Сегодня молодежь России учится патриотизму и любви к отчизне. У них – ветеранов, подаривших мирное небо своим потомкам. В этом году Россия отмечает 70 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. И уже сейчас в каждом регионе страны готовятся к столь знаменательной дате. На территории Артемовского городского округа, как и в любом другом населенном пункте, проводится своя работа по заботе и чествованию проживающих здесь ветеранов Великой Отечественной войны. К сожалению, с каждым годом этих замечательных людей становится меньше. Так, на территории Артемовского района их осталось 45 человек. В преддверии Дня воинской славы России, Дня народного единства, представители районного совета ветеранов Артемовского городского округа совместно с молодежью, молодой гвардии «Единой России», а также молодежно-строительного отряда «Юнкера» побывали в гостях у наших ветеранов с поздравлениями и памятными подарками. Здесь проживает ветеран Великой Отечественной войны. Мы проводим акцию совместно с советом ветеранов, с молодой гвардией, с молодежным отрядом «Юнкера». Мы считаем, что такие таблички должны быть, чтобы молодежь знала, чтобы молодежь помнила и чтила ваши подвиги. Ну а вам мы хотим пожелать самое главное – здоровья, бодрости, духа, хорошего, позитивного настроения. Мы хотим вам вручить вот такую вот табличку, которую можно разместить на ворот или на двери, как вы пожелаете. Здесь написано «Здесь живет участник Великой Отечественной войны». Мы такие таблички вам вручаем, крепим, чтобы люди, которые живут рядом с вами, которые проходят мимо, знали об этом, задумывались, чтобы молодежь на это обращала внимание, чтобы они помнили и чтили ваши подвиги. Со своей стороны ветераны с большой радостью принимали гостей, а принимая поздравления, в ответ делились своими историями жизни и воспоминаниями о войне. И вот там танки идут на Москву, идут, идут, идут. А пройти-то никак нельзя. Так страшно. Ой, да что ты, что ты, то ракеты пускает. И все, кое-как пробрался, и там у себя, сколько-то, на воде партизаны, там они как-то что-то селись, меня забрали. И вот с тех пор пришел, с матерью простился, и до свидания, до врата. И пошел в партизаны. Стоит отметить, к этой встрече ветераны готовились со всей душой. Ведь кто-то рассказал о своей судьбе даже в стихах. Здесь живет семья российского солдата, защищавшая родину когда-то. Мы победу с женой ковали. Я на фронте, она в тылу. Мы с нами покоя не знали, находясь в фронтовом дыму. Эта акция, проведенная районным советом ветеранов совместно с молодежью, помогла почувствовать ветеранам Великой Отечественной войны внимание и заботу. А самое главное, что по сей день никто не забыт и ничто не забыто. Совместно с молодежью приезжаем, разговариваем, общаемся. И по желанию ветеранов мы либо оставляем таблички, либо весям их на ворота или на двери. Самое главное, чтобы молодежь помнила и чтила подвиги наших предков, наших ветеранов, которые принесли нам победу в Великой Отечественной войне, благодаря которым у нас сейчас мирное небо над головой. В будущем мы также будем проводить такие же акции и к 9 мая, и к 23 февраля, поскольку мы не должны забывать наших ветеранов, поскольку для них самое главное – это внимание, забота, беседа. Ветераны все очень рады нашему появлению. Им зачастую очень часто просто не хватает внимания. Именно в таких встречах и общении с ветеранами молодое поколение познает истинные ценности жизни, любви к близким и своей родине. С каждым годом легендарных людей, сотворивших для нас мирную историю, остается все меньше и меньше. Поэтому необходимо чаще навещать ветеранов Великой Отечественной войны. И при встрече, не скупясь, говорить им спасибо за то, что им пришлось пережить, за то, что сегодня они являются для молодых примером.